И те, кто подключается, запись идёт, программа началась. Программу эту сегодняшнюю я обозначил словами «Воскресение и жизнь». Воскресение и жизнь имени Господнего тайна. Он сказал, записано, сам Господь сказал это, Иисус Христос, записано у евангелиста Иоанна. В Евангелии его 11 разделе, 11 глава, 25 стихом написано «Я есим воскресение и жизнь». И вот это тайна Его святого имени. Воскресение, жизнь. Жизнь и воскресение. Воскресение и жизнь. Сегодня я в Киеве. Я вот приехал недавно, несколько часов назад. Сегодня я выехал в полночь. Ну, уже за полночь, получается, уже было первое число. Да, в пол первого, это в час, где-то по блаблакар списался с попутчиками. И вот из Тулы приехал в Киев. И вот уже пообщался. Был у меня в гостях отец Алексей наш, протеерей, благочинный здесь киевский. Отец Алексей Прошак был. Но он не смог быть сегодня вечером, завтра ему рано, утром на работу. И не получается у него быть иногда так вот в эфире. Да и на служении не всегда бывает он. Поэтому некоторые наши священники подстраховывают, будем так говорить. И вот в это воскресенье, 4 февраля всего текущего, 2018 года, я буду проводить служение у нас на Кловской в церкви, улице Леонида Первомайского, 6. Сам благочинный не сможет быть. Он будет опять на дежурстве, на смене, на работе. И, в общем-то, друзья, конечно, хорошо, когда священники имеют возможность такую всецело, просто общее, все время полностью посвятить без остатка служению. Но далеко не все священники у нас имеют такую возможность, пока вот и финансовую не имеют такой возможности. И я сам преподаю, провожу занятия в библейских школах, семинариях, институтах, куда приглашают меня. Вот. И также провожу занятия, служения провожу, семинары провожу в церквях. Вот. И, кстати, часто я вот эти слова «воскресенье и жизнь» вспоминаю. Очень часто. И вот сегодня, когда ехал, вот об этом, как говорится, паки и паки, снова и снова вспоминал. Кстати, напоминаю, вот я здесь записал со страницы киевской архиепископии контакты, два номера, российский и украинский. Но российский я выключил сейчас, потому что здесь роуминг очень дорогой. Вот. Я включил сейчас украинскую симку, вот, которая обозначена здесь, 096, код 9626675. Вот. Если вы, значит, с территории Украины, вы можете писать СМС-сообщение, допустим, о каких-то молитвенных нуждах, вот, о чем помолиться, вот, о ком помолиться. Вот. Сегодня, допустим, пока мы ехали, вот, я еще одну такую молитвенную нужду получил за рабу Божью Валентину, за сестру нашу, Господи, которая сегодня нуждается в наших молитвах, она онкобольна и серьезно больна. И, знаете ли, там, где врачи земные опускают руки и не могут ничего уже сделать, я знаю, даже в такой ситуации сложной есть исход, есть выход. Я знаю, что наш небесный врач, царь царей, Господь господствующих, врач всех врачей, он не опускает рук своих, он действительно великий чудотворец. И молю Тебя, Господь, сегодня, Боже, за всех недужных, страждущих, Боже, жаждущих Твоего исцеления, Боже, благослови, Господь, по богатой своей милости, прикоснись своей телительной рукой, Господь, во имя Иисуса Христа, к тем, кто, может, прямо сейчас нуждается в этой молитве исцеления, нуждается в Твоем исцелении прямо сейчас, прикоснись к ним, Господь, прямо сейчас, и к нашей сестре, к Валентине, Боже, прикоснись, Боже, во имя Иисуса Христа, Отец наш Небесный, и исцели ее, и пусть этот рак уйдет во имя Иисуса Христа, пусть жизнь придет, пусть смерть уйдет, а жизнь придет Твоя, в воскресенье и жизнь Ты, Господь, слава Тебе за все, аминь. И в это воскресенье, 4 февраля, будем молиться также о нуждах, будем молиться друг за друга, прошу и Ваших святых молитв за себя, о себе, как вот о служителе, нуждаюсь в Ваших молитвах, и в своем христианстве, чем дальше, тем больше и больше осознаю вот эту нашу взаимозависимость, зависимость от Бога, полную зависимость от Господа, и также друг от друга, как от членов одного тела. Это очень благостовенная тема, но эта тема даст Бог уже других следующих этих прямых эфиров, включений. А сегодня хочу вот как раз сказать вот эти слова, удивительные слова, святые слова, просто волшебные слова, в хорошем смысле слова, воскресенье и жизнь. Эти имена нашего Господа, Он сказал, я есим, воскресенье и жизнь. И вот я начал с того, вот это свидетельство сегодня, что приехал сегодня в Киев, и ехал попутчиками через страницу этого сайта Блаблакар. Наверное, знаете, уже многие очень пользуются этой страницей, очень удобно, конечно. Вот, и сейчас, как вот не имеющие, как говорится, транспортного средства, вот, конечно, есть свои неудобства, но из любой ситуации верующий выходит, находят выход достойный, и, знаете ли, вот, и любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И даже то, что сейчас нет автомобиля, Бог это даже во благо обращает каким-то образом, потому что, вот, путешествую через Блаблакар, встречаюсь с разными людьми, путешествую с разными людьми, мужчины, женщины, верующие, неверующие, православные христиане, протестанты, католики, атеисты, мусульмане, разные-разные-разные очень люди. Вот, и, конечно, я даже на у себя на странице написал, что я люблю Господа Иисуса Христа, священнослужитель, христианин, и люблю благовествовать, рассказывать людям о моем возлюбленном Господе Иисусе Христе. Вот, и что я и делаю, в общем-то. Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, и сегодня мы ехали, да, мы поздно выехали, выехали уже за полночь, где-то час, было уже даже больше уже, я так думаю, уже из Тулу мы выехали. Так вот, и мы ехали уже утром через Сумскую область, город Королевец. Знаете ли, я одно время часто свидетельствовал, да и сейчас я иногда свидетельствую об этом рассказываю. Кому, может, интересно более, то можете, конечно, посмотреть мое свидетельство отдельно, есть и на Ютубе, на моем канале этом. Вот, и я рассказываю о том чуде, которое произошло там, как раз, возле Королевца Сумской области в 2003 году, когда я, будучи за рулем автомобиля, сбил подростка, школьника, который был на мотоцикле, выехал покататься на трассу из одного села в другое село. И вот это ДТП произошло, и знаете ли, я молился за того мальчика, и слава Богу, Господь был милостив и ко мне, и к нему. Вот, мальчик воскрес этот, потому что удар был сильный, и ДТП было серьезное, летальным исходом, но Бог обратил все во благо. Даже такие страшные события Бог обращает, Он умеет даже самое страшное в нашей жизни обращать во благо каким-то удивительным образом, вот, уму нашему непостижимым образом. И вот, значит, и того мальчика Бог воскресил, во-первых, из мертвых, а во-вторых, вот это было для меня шоком, самоузнать, или я, ну, слышал, и, конечно, я в Библии читал об этом многожды, и, конечно, слышал свидетельства с разных там стран верующих, которые говорят о воскресении из мертвых, но, честно говоря, не предполагал, что в моем служении я это увижу, вот, тогда было впервые. Потом, после 2003 года, были другие случаи воскресения из мертвых, воскрешения из мертвых, но это было потом уже, и это тоже было, конечно, слава Богу и величие все, все Творцу нашему, знаете ли, но то воскресение, первое воскрешение из мертвых, которое вот в моем служении было, вот, и, знаете ли, на моих глазах, под моими руками, это для меня было таким стрессом, и запоминаемым очень было событием. Это произошло в 2003 году, это было перед Лазаревым, Лазаревой субботой, перед верным воскресением, ну, и, соответственно, за неделю до Пасхи там больше, ну, если брать православную Пасху, я имею в виду, вот, и, знаете, друзья, конечно, и воскресение, а потом и быстрое исцеление, в течение, там, не знаю, минут 10-15 всего, пока его везли с места происшествия до королевца того самого, везли его, значит, в больницу, а там оказался он совершенно живой и здоровый, вот так вот, слава Богу. Вот, и, конечно, знаете, вспоминая о том чуде, я не просто, конечно, вот, само чудо вспоминаю, но я часто добрым словом таким пред Богом вспоминаю то, что произошло сразу после того, сразу после воскресения и исцеления этого мальчика, когда уже меня отпустили, вот, там, и я ехал обратно в Киев, мы жили здесь, как раз в Киеве, тогда снимали квартиру на левом берегу, и сейчас тоже на левом берегу, но это возле Черниговской, лесовая, а то мы возле метро Хариковской снимали квартиру, туда приехали. И вот пока ехали с Крылевца до вот Киева, то я слышал голос, во-первых, громкий голос, первый раз, да и после того не было такого никогда в моей жизни, громко голос задал мне три раза один тот же вопрос. он спросил меня, ты это видел? Я не мог ничего ответить вообще. И только да, Господи, как бы, как-то так, знаете ли, не мог ничего его ему сказать. И потом, когда этот голос третий раз меня спросил о том же самом, видел ли я это все, он спросил меня, тот же самый голос так же громко сказал следующее, «Вот так будет и с церковью». И знаете, когда это прозвучало в моих ушах, это было громко, это было, я скажу, неожиданно, конечно, совершенно, я никак не предполагал, что такое вообще может быть в моей жизни, в моем служении, вообще в моем христианстве. Нет, конечно, я в Библии читал о подобных вещах, но, знаете ли, одно дело в Библии читать, другое дело, когда ты переживаешь, это, конечно, просто, не знаю, это, стресс невероятный, и радость, и все одновременно сразу. Знаете ли, но я скажу, что сразу после того, как голос этот озвучал, как он сказал все это, что вот так будет и с церковью, знаете ли, до Киева еще долго было ехать, но всю дорогу, сколько еще я ехал, всю дорогу, знаете ли, это не было уже голосом, это были мои мысли, но это было из Библии, это очень приятно, когда вот так вот как бы постоянно вспоминаешь, само собой как бы вспоминается одно и то же из Библии именно, это очень приятное переживание, незабываемое. Вот, и я вспоминал в голове моей, оно само собой вспоминалось, даже вот по римам моей воли, просто само собой вспоминалось одно и то же, одно и то же, я не мог ни о чем другом думать, вот, одно и то же в голове как бы крутилось, Я Есим Воскресение, я Есим Воскресение, еду дальше, опять это мысли, я Есим Воскресение, десятки, десятки раз, одно и то же в голове моей, но это была моя мысль, но это из Писания, я Есим Воскресение, а потом еду дальше, вот мысль продолжается, я Есим Воскресение и жизнь, я Есим Воскресение и жизнь, еду дальше опять, я Есим Воскресение и жизнь, я Есим Воскресение и жизнь. И сегодня мы ехали тоже по этой дороге Я вспоминал обо всем этом И знаете, там такой поворот Кипти называется Черниговская трасса уже, прямая на Киев Знаете ли, эти кипти мне на всю жизнь запомнились Когда съезжал уже на трассу На Киев уже С этих кипти То мысль продолжилась Знаете ли, как бы сама собой продолжилась Мысль И верующий в меня Вот так вот она, мысль продолжалась И верующий в меня, даже если умрет, оживет И верующий в меня, даже если умрет, оживет Я ехал, и одно и то же вспоминалось Десятки раз, опять-таки Десятки раз одно и то же вспоминалось И верующий в меня, даже если умрет, оживет Я понимаю, конечно, что это не совсем по синодальному переводу Вот там этого нет же, да, если вы посмотрите сейчас Библии свои То, значит, там увидите, что нет такого, да, на самом деле Ну, в синодальном переводе, по крайней мере Значит, Евангелие от Иоанна 10, ой, 11-25 Я есмь воскресенье и жизнь, и верующий в меня, если умрет, оживет Вот так текст звучит, этот синодальный перевод Но оно вспоминалось мне, знаете ли, друзья, пока в Киев не въехал Там пост ГАИ проехали, уже все, уже прекратилось это воспоминание Воспоминание одного и того же текста из писания Да, вот здесь еще пришло сообщение А, нет, это уже не молитвенная просьба Это уже, а, ваш рахунок пополнено на 100 гривен Дякую мы еще, еще вы знамы Дякую Слава Богу, да Вот Да, братья и сестры Значит, вот этот номер Киевстар, он как раз у меня сейчас И пока я вот в поездке Но я сейчас в Киеве непосредственно Но собираюсь, даст Боже, вот именно в разных городах побыть в этот раз Вот, и на западе Украины, и на юге Вот, и ну куда Господь дальше позволит побывать в наших церквях и в других церквях тоже хочу снова с братьями и сестрами утешиться нашей общей верою Утешиться Утешиться Каждый из нас, будучи частью этого тела, в купе составляем вместе тело Господне Слава Богу Друзья, кто в Киеве, сейчас к киевлянам обращаюсь и гостям столицы, кто в воскресенье будет в Киеве Может вы не киевляне, но собираетесь в воскресенье быть, то и вы не знаете, может куда попасть на служение, прийти То вот один из вариантов, я приглашаю вам посетить наше собрание Вот, я буду проповедовать, к сожалению, наш благочинный не сможет быть Значит, может кто-то из наших священников придет еще, может отец Виктор, я не знаю Но я, в общем-то, собираюсь проводить служение вот с отцом Виктором и с отцом Алексеем нашими, нашими священниками Мы здесь сделаем, наверное, отдельное включение на будущей неделе уже Вот так вот Вот, также собираюсь я и Черкасскую область посетить вновь, Звенигородку, Черкассы, села Черкасской области, слава Богу Вот, и также напоминаю, что вот с территории Украины можно поддерживать финансовое моё служение Вот, пополняя счет, как вот сейчас человек, кто-то из братьев, сестер, кто-то пополнил на 100 гривен Значит, номер Киевстаровский 096-96-266-75 Вот, а еще, если у вас есть автомобиль и вы думаете, куда же его посеять, какое служение Вот, конечно, есть много разных служений и много великих, прекрасных служений и здесь в Киеве Вот, Господу служения и по Украине Ну, один из вариантов, вы можете также участвовать и в нашем служении В частности, вот, посеять нужно нам транспортное средство Да и ни одно, если честно Но, в общем-то, потому что у нас сейчас пока, на данный момент, вот так вот активно эксплуатируется только лишь одно транспортное средство Это вот Дау Ланос Вот, отца Алексея нашего, благочинного нашего Вот, по милости Господне машина на ходу еще Хотя делаем ремонты, вот, значит, и уже, казалось, она все уже сошла уже с дистанции Но машинка еще трудится Я даже ему сказал, отцу Алексею, самая лучшая машина, это та, которая служит Господу Иисусу Христу Вот Ну, ладно Да, и приглашаю на служение с 9 утра в воскресенье У нас арендное время У нас нет своего храма здесь в Киеве Арендуем помещение возле станции метро Кловска Это центр города, возле Палацпорта Станция метро Кловска, улица Леонида Первомайского, 6 Это прямо возле станции метро Леонида Первомайского, Первомайская улица, она перпендикулярно идет к Кловскому спуску Если по карте посмотрите Вот, по навигатору, как еще Вот, улица Леонида Первомайского, 6 Это предприятие УТОС, общество слепых Мы там арендуем помещение на четвертом этаже Поэтому вы, значит, не стесняйтесь, проходите через проходную И лифтом поднимайтесь на четвертый этаж И попадайте сразу к нам в собрание Вот, и тоже хочу продолжить эту тему Знаете, вот Мы сейчас общались с богачином Ну, вот, пару часов назад И знаете Я ему сказал Такую вещь, что и вам хочу сказать сейчас Что Реформация, вот, по-человечески Дело невозможное вообще Да и много что невозможного на земле По человеческим, знаете ли, меркам Но невозможное человеком, друзья Возможно Богу Богу же все возможно Действительно, ему все возможно Он всемогущий Бог И я верую в то, что Господь действительно есть воскресение и жизнь И вот, может быть, я как Фома неверующий какой-то Я не знаю, вот Но мне, может, надо было на самом деле потрогать вот того мальчика Поломанного Вот, увидеть его воскресение из мертвых Вот, пережить этот стресс Пережить этот благословенный такой стресс, знаете ли Есть не благословенный стресс Греховный А есть праведный стресс Такой благословенный Так, ну, так образно выражается Вот, и Вот, и Чтобы было понятнее Может, мне надо было на самом деле пережить этот стресс Значит, там Видеть покойника Воскресшим, восставшим Потом Рано несовместимой жизнью Очень быстро исцеленными Знаете ли, потрогать все это, как говорится Самому, чтобы Действительно Вот, знать это Знать эту Божью волю в том, что Действительно Вот так будет и с церковью Вот так же будет и с церковью Меня спрашивали, кстати, братья, сестры Многие спрашивали Значит, а то, что вот я слышал тогда в 2003 году Это относится только лишь к православной церкви Или же вообще к христианству в целом Знаете ли, я вот не знаю Вот, до сих пор я не знаю Прошло уже много времени Много лет после того Но я до сих пор не знаю толком Понимаете ли Да, прошло уже Слушайте, 15 лет Будет уже вот скоро 15 лет Интересно Но как 15 лет назад Так и сейчас я не знаю О чем шла речь Тогда Знаете ли, я вот когда ехал Я это все, во-первых, услышал Своими ушами громко Во-вторых, потом эта мысль из Писания Одна и та же была в моем разуме Вот Тогда, в тот день и потом Какие-то месяцы после того Знаете ли Я думал, что идет речь О православной церкви Ну и сейчас я, честно говоря Больше думаю, в большей степени О православной церкви Но сейчас я Соглашаюсь с тем Что возможно шла речь И вообще глобально О всем христианстве Вообще О мировом христианстве Слава Богу Почему бы и нет Бог всемогущий Бог Просто для Допустим Большинства протестантских церквей Именно Воскресение Из мертвых Не актуально Я имею ввиду Ну, духовное вот это воскресение Реформация Как именно духовное воскресение Из мертвых Не актуально Но исцеление актуально Пробуждение актуально Знаете ли У нас в православии И частично в католицизме Наверное И в некоторых формах протестантизма Очень немногих Немногочисленных Актуально все-таки Именно воскресение Не пробуждение А именно воскресение Помните, Павел пишет апостол Встань спящий, говорит Воскресни из мертвых И осветит тебя Христос И вот я верую Действительно, что Спящих Христиан Спящие души Будем так говорить Христианские Бог пробудет А вот воскресни из мертвых Очень интересный призыв Я верую, что Действительно Мертвые души Бог воскресит Номинальное христианство Сделать реальным христианством Потому что Увы 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 Но чего греха таить Я думаю, что И без того Многим из вас Это прекрасно Ясно и понятно А может кому-то Еще не ясно Непонятно Но я вот Поделюсь Наболевшим Знаете ли Тем, что На самом деле На чем Размышляю О чем молюсь Вот Дело в том, что Увы Но к сожалению К великому Горькому сожалению Подавляющее Большинство Православных Наших Людей Еще не являются Христианами Вообще Хотя мы Обычно Подразумеваем Как нечто Само собой Разумеющееся Говорим Православные Христианин Православное Христианство Но На практике Это далеко Не так Потому что Православными Или протестантами Или католиками Стать проще Вот Чем христианинам Как-то проще Наверное По плоти Особенно Проще Понятнее Как-то По-человечески Чисто Понятнее Допустим Православным Я могу стать Я стал Собственно Православным И вот 30 лет назад Стал Православным Церковнослужителем Вот Да Уже 30 лет Прошло Моего служения Сначала Моего служения Шутка ли Время Быстро летит Слушайте Тогда Молодой парень 20-летний Сейчас Знаете ли Уже Смотрю назад Думаю Надо же 30 лет Прошло Моего служения Вот И Знаете ли Православным Мы становимся Православным Мы становимся В православии От православной Церкви Как допустим Протестантами От протестантской Церкви В протестантский Мир попадает Человек Допустим Протестантскую Церковь И Превращается Воцерковляется Как бы Становится Протестантом В католическую Церковь В костел Приходит Он Воцерковляется И так Постепенно Превращается В католика В православный Храм Пришел человек Постепенно Воцерковляется Воцерковляется И как бы так превращается в православного Божия Вот С этим все проще и понятнее Гораздо проще и понятнее Но вот чтобы стать христианином Здесь уже Совершенно другая история Вот православными Мы становимся православия Католиками от католической церкви Протестантами от протестантских церквей А вот христианином мы становимся Христианами только лишь от Иисуса Христа Только лишь от Иисуса Христа Ни от чего другого и ни от кого другого Абсолютно Только от Иисуса Христа И первые ученики это очень четко понимали Я думаю, что и нам Христианам уже 21 столетия Должно это понимать Очень четко и ясно Что ни в ком другом нет спасения Ибо нет другого имени под небом Данного нам, людям Которым надлежало бы нам спастись Что действительно Один за всех и все за одного Один Господь наш Иисус Христос За всех нас пролил свою кровь И все мы за одного Господа держимся К одному Господу и Христу Обращаемся И славим Его Имя Святое Мне очень нравится Как в Украине приветствуются Особенно в Западной Украине Приветствуются, здороваются Такими словами Говорят Слава Иисусу Христу И отвечают На вики слава Богу Святому Аминь Слава Богу Пусть Бог благоставит всех вас Дорогие друзья Вот и Да Вот Любой вид религии Религиозности Это вред для христианина Елена пишет Сестра Елена Александровна Да Сестра согласен с вами В том Именно Я думаю что В том Значении этого слова Религары Религия Как форма Лишенное содержание Наверное вот Именно об этом идет речь Очень хорошо О вреде религии И О противопоставлении Вот Противостоянии Религии И веры Писал Очень хорошо И говорит Значит Отец Александр Борисов Протерей Московский Протерей Да Пишет Сестра Елена Да Я имею ввиду Религиозный дух На самом деле Да Это правда Потому что Дух Дух веры И дух религии Это Совершенно Будем так говорить Несовместимые вещи И Что у нас в православии Что в других христианских конфессиях Различных Я думаю Что Очень знаменателем Является то Что в христианстве Последнего времени Нашего Этого Растет Все больше и больше С каждым годом В этом убеждаюсь И Радуюсь этому Растет понимание Такое Среди христиан Что мы Церковь Небесная Церковь Божья Церковь Святая Церковь Иисуса Христа А не просто Конфессия Деноминация Религия Нет Что мы действительно Тело его Божественное тело Иисуса Христа Да Слава Богу Слава Богу И Конечно Вот Я как православный Евангелист Реформатор Тоже Говорю О православии И подчеркиваю Часто православие И вот даже Атрибуты православия Смел Видите Хору Церковные Элементы Религиозные И на мне Видите Тоже Религиозные Элементы Служения Религиозного Но С одной стороны Да Это да Это так Но с другой стороны Я Как христианин Я противлюсь Всякого рода Вот этой Религиозности Формы Лишенные Содержания Пусть Какой бы мы ни были формы Какой бы мы ни держались формы Иудейской Значит Языческой Протестантской Православной Или католической Или какой-то еще там Своей Какой-то Вот Знаете ли Своего понимания Вот Божьего Слова Самое главное Чтобы действительно Во Христе Чтобы мы всей душой Действительно стремились Во Христе В нем В Иисусе Христе Христос в нас Упование славы Это самое великое таинство Об этом я говорил В прошлых эфирах Здесь Вот как раз В Киеве Вот И на служение Собираюсь продолжить Как раз Воскресение Да, друзья Пусть Бог благоставит Вас Во имя Господне Во имя Иисуса Христа Благоставляю вас всех Дорогие друзья Благоставляю именем Господнем Благоставляю благоставением Священников Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Во имя Иисуса Христа Аминь Пусть Господь Бог благоставит Всех вас Дорогие друзья Именем Господнем Да пишет Сестра Елена Александровна Спасибо и вам Благоставение Господнего С Богом Да с Богом Сестра дорогая Братья и сестры Все кто подключался Или подключается Или потом в записи Будет смотреть это Как сохраненное уже видео Пусть вас Бог Всех благоставит Вот И до встречи И на земле И на небесах Слава Иисусу Христу На веки слава Богу Святому Аминь Божьей милостью Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Сегодня у нас 1 февраля 2018 года Мир всем вам Слава Богу Аллилуйя